Добрый день! Существует ли еще, по вашему мнению, опасность недофинансирования проекта? И если с блоком контракт расторгнут, то кто есть ли сейчас у нас гарант до финансирования? Ну, опасность недофинансирования существует всегда, потому что человек предполагает, судьба располагает. Поэтому вот никто не ожидал пандемии. Бах, прилетело. И так далее. Но это в плане недофинансирования со стороны инвесторов. Вот если в силу каких-то обстоятельств что-то произошло, такое экстраординарное, из ряда вон выходящее, обстоятельства непреодолимой силы. Но для этого случая, для этого случая, раньше предусматривался гарант до финансирования. Сейчас, за все время развития проекта, мы с вами наработали достаточно большой актив. И у нас имеются в проекте уже материальные и нематериальные активы, включая в том числе результаты интеллектуальной деятельности. И все это уже может быть предметом залога для получения кредитов, суд и тому подобное. Но при этом надо понимать, что два варианта. И это инвестиции могут быть со стороны крупных компаний. Но тогда урезается доля Solar Group, соответственно, пропорционально суммам. Либо заем. Заем тоже страхуется. Для того, чтобы не потерять весь бизнес. В случае, если что, там возникает, как вот поступили Сбербанк с Интерсколом, там, с Гендесом, Гендерпредприятием и так далее. Чтобы такого не произошло, единственное, что это, опять-таки, уступка доли в основном капитале. Так как обязательства по финансированию лежат на Solar Group, соответственно, чьи интересы будут подрезаны, это следует учитывать. Поэтому не в интересах инвесторов, чтобы это произошло. Но проект будет реализован при любых условиях и раскладах, при любых ситуациях. Иначе и думать не могите. Не надо было от этого браться и затеваться.